вас приветствует магазин пневма 24 сегодня у нас один из лучших нет скорее всего даже лучший пистолет который я держал в руках это сигнальный пистолет системы токарева от компании смеш производитель молот оружия россия сначала расскажу вам немного о сигнальным а потом чуть-чуть истории девайс представляет из себя списанное охолощенное оружие иначе на но для использования в культурно-просветительных целях и учебной деятельности а также для участия в исторических реконструкций для имитации стрельбы используется светошумовый патрон калибра 10 на 31 каждую основную часть изделия смеш внесены необратимые технические изменения исключающие возможность выстрела из него или использование его основных частей что конкретно было изменено в затворе убраны боевые упоры варен штифт для исключения возможности извлечения ствола патронник переделан под патрон свето звукового действия калибра 10 на 31 в канале ствола варены штифты давайте немного истории потом стрельба пистолет тт по своим техническим характеристикам превзошел своих конкурентов и стал первой массовой системой этого типа в истории русского оружия авторитетные справочники по стрелковому вооружению причем не только в россии но и за рубежом неизменно включают пистолет тт список лучших армейских пистолетов 20 века в советском союзе пистолет тт был принят на вооружение в 1931 году и прослужил верой и правдой около 30 лет помимо ссср пистолет тт состоял на вооружении еще в 30 странах даже в нацистской германии технические характеристики пистолета тт в германии это лучшая оружейная страна оценивали весьма высоко все трофейные пистолеты подлежали обязательной сдачи в тех бат и где их пристреливали при необходимости ремонтировали и доукомплектовывали средствами чистки затем под грифом пистоли 615 r они поступали в вермахт такое оружие невозможно создать обычному человеку это оружие мог создать только человек который обладал большим боевым опытом так вот у федора васильевича токарева он был родился в 1871 году еще подростком маленький федор освоил кузнечное ремесло отличался искренне тягой к металлу 87 году токарев поступил на обучение в новочеркасскую военную ремесленную школу где его наставником стал оружейный мастер и саул василий чернолихов биографы токарева отмечают что именно мастер чернолихов привил будущему оружейнику подлинную любовь даже страсть конструкторской работе завершив как отмечали в характеристики дирекции с превосходным усердием учебу в новочеркасской военной ремесленной школе федор токарев был направлен для прохождения первой очереди службы в 12 донской казачий полк в 1900 году успешно сочетая преподаванию учебу в новочеркасском казачьем училище токарев получает свой первый офицерский чин хорунжеву наступает время второй очереди казачьей службы и хорунжий токарев вновь направляется в леска официально считается что замечательный русский оружейник не имел высшего и технического образования с формальной точки зрения это действительно так однако своего рода высшим техническим образованием стала для него учеба в офицерской стрелковой школе столичного арененбаума в которой принимались младшие офицеры в возрасте до 45 лет имевшие опыт командования роты не менее двух лет часть этой истории мы конечно пропустим ссылку на нее обязательно дам в комментах или в социальных сетях и давайте перейдем к наверное самому грустному и неприятному событию так вот вскоре инженера токарева скрывшего свое казачье происхождение присылают на ижевский оружейный завод для восстановления производства установленные сроки разумеется этого сделать было невозможно потому как устроили там такую разруху и в кадровом и в техническом смысле и все равно ему удалось с нуля как-то доналадить производство винтовок мойсина однако качество этих винтовок не могло идти ни в какое сравнение с дореволюционным уровнем в итоге токарев был обвинен в саботаже вредительстве а также рефтрибунал решением от 30 августа 1920 года приговорил оружейного мастера к немедленной каре революционного правосудия к расстрелу однако приговор в исполнении не привели причиной проявленного милосердия стал острейший дефицит инженерных кадров оружейной промышленности и вот на самом интересном месте я останавливаюсь и предлагаю вам дочитать эту статью у нас в группе в социальных сетях будет ссылка или под этим видео а сейчас немножечко постреляем ссылки на него оставляю для вас как всегда в левом верхнем углу это был магазин понимать 24 до новых встреч а